Друзья, добрый день! Сегодня у нас в обзор попала сушка Mili Softronic 3623, то есть четырехзначная. Есть трехзначная, есть четырехзначная. В принципе, она зависит от объема, от загрузки и от меню. Также от управления, в данном случае у нас здесь инвертор стоит. Вот у нас наш двигатель инверторный. И у нас здесь управление не щеточное, а инверторное. То есть двигатель неубиваемый. Ну, это здорово. Сейчас вы ее видите в неподготовленном состоянии. Вот. А сейчас вы увидите ее ту, в которую я обычно ее продаю. Все. Вот у нас она немножко изменилась. Смотрите, видите? Я ее утеплил вот таким вот утеплителем. Вот. Сверху. Там снизу, со всех сторон. И что мы у нас, что мы имеем? То есть это у нас снижает теплопотери. Ну, это мое личное мнение, потому что бак из нержавейки. Ну, ладно, мы не об этом. Давайте мы пробежимся по самой правой машинке, по программам, которые здесь есть, и по ее устройству. Давайте начнем сначала, наверное, с плюсов. Ну, по загрузке она где-то у нас в районе 6 килограмм. Смотрите, вот это у нас стандартные 60 сантиметров. И дальше вы понимаете, что как бы уже, даже вон, у нас есть небольшая выпуклость под, сейчас под свечу, вон, под шкив. То есть больше вы в нее загрузить не сможете. Какие плюсы? Первое, у нее нет такого понятия, как самослив, потому что у нас идет слив через верх. Вот. В миле это сделано очень удачно. Сначала вода поднимается наверх, потом спускается вниз. То есть, и поскольку здесь у нас еще есть выход воздуха, то есть самослив исключен по определению. И вы можете шланг от стиральной машинки засовывать в любое место, куда вы хотите, по высоте, и никаких проблем с этим не будет. Второй ее плюс, это у нас инверторный двигатель. То есть, как я уже об этом сказал, здесь плюс в том, что он, в принципе, не горит. Я еще ни разу не сталкивался. У нас здесь нет щеток, то есть, фактически, нет изнашиваемых деталей. Какие еще плюсы? Наличие аквастопа, это тоже неплохо. Если у нас здесь соберется вода. Она здесь, видно, когда-то собиралась, но очень часто с фильтра вытекает. Поэтому попадает сюда, у нее срабатывает аквастоп. Какой еще плюс? Та машинка, та редкость, у которой здесь есть датчик взвешивания. Вот такой вот интересный он. То есть, когда мы наклоняем барабан, видите? Вот. Она у нас автоматически определяет белье. То есть, когда вы ее включаете, она пустая, потом она автоматически его определяет по загрузке. Это интересный момент. Редкая такая штучка, редкая фишка. Но в данной машинке она здесь есть. Что еще из плюсов? Ну, естественно, чугунный груз, чугунная крестовина. То есть, они у нас никогда не разлетятся. Все остальное, в принципе, сделано достаточно качественно. Естественно, внешний реле для включения тенов. Минусы у нее нет контроля нагрева, но из плюсов, что сделано, видите, все капитально. То есть, толстенные провода входят, выходят, стоят высокочастотные фильтры. Ну, сделано все здорово и классно. В этом вопросе они молодцы. Что еще удобно? Что у нас люк открывается кнопкой. Ну, это также типично для мили. Это удобно. Давайте, наверное, мы еще пробежимся немножко по программам. Сейчас я включу сеть. Так, есть. Запустили. Я еще ее не протирал. То есть, она у нас еще не мыта, эта машинка. Поэтому, чуть-чуть грязненькая. Здесь извиняюсь. У нас здесь есть по умолчанию установки, где вы можете выбрать язык. Текущее время. Дополнительно вода. Ну, то есть, повышение уровня воды. Щадящий режим, не знаю, что это такое. Охлаждение раствора. Это когда у вас трубы, сделанные из такого пластика, и вы за него боитесь. То, перед тем, как слить горячую воду в канализацию, все, что будет выше 55 градусов, она добавит холодную воду и сольет не больше 55. Так, электрический замок, не знаю. Температура, это у нас что? А, в Цельсиях. Что, давайте посмотрим еще, что такое электрический замок. Мне самому просто интересно. Не знаю, не сталкиваюсь, а нужно смотреть по инструкции. Первый раз я просто в этой модели вижу такие варианты. Так, зуммер, это в конце будет пищать, когда она закончит. Звук подтверждения, да, да, нет, нет. Контрастность, яркость, это относится к дисплею, режиму ожидания, сколько он будет работать. Память, и сохраняет она памяти предыдущей настройки. Все, проходимся по программе. Естественно, тут у нас стоит русский язык по определению, по умолчанию. Давайте сделаем поближе, поставим и посмотрим. Так, хлопок, лен. По умолчанию у нас здесь длительность 2.09, можем добавить короткую. И у нас превращается в 1.54. Можно еще увеличить уровень воды. Ну, то есть поднять его, это интересная кнопка. Поставить замачивание или... Да, это замачивание и предварительное полоскание. Так, ХБ 60 градусов, в коротком режиме у нас 1.25. ХБ 40 градусов, 1.49, в коротком тоже 1.25, одинаково. 30 градусов, то же самое, наверное. Потом у нас синтетика идет 60 градусов. Сколько она наносит рай? Давайте посмотрим, 1.35, короткий. 1.20, 15 минут разница. 40 градусов, 1.19. Так, идемте дальше. На деликатные ткани, тонкое белье. 59, но здесь, наверное, короткое. Не, можно 10 минут сокращения есть. Отдельно у нас есть кнопка слив-отжим. По умолчанию здесь 1600 оборотов. А, это еще один плюс. Потом ручная стирка шерсти на холодной воде. И на 30 градусной. А, есть 40 градусов еще. Извиняюсь, это просто шерсть, а вот у нас ШОА, шелк. Так, ручная стирка шелка. Идемте дальше. Есть быстрая программа. Экспресс. 30 минут, 40 градусов. Достаточно неплохо, я бы сказал. Да, выше не подымается. Я простыл, поэтому извиняюсь. Отдельная программа для джинсов. Если я не ошибаюсь, она дополняет, увеличивает уровень воды. Плюс еще делает одно полоскание для вымывания. Рубашки. 57 минут, 40 градусов, 600 оборотов. Темное белье. Это для всех темных тканей. Интересная программа. Я вам скажу, достаточно неплохая. Час 10, 1200 оборотов. Автоматическая программа. Это интересный вариант. Потому что, если я не ошибаюсь, она как-то... Сейчас я посмотрю, здесь есть датчик мутности или нет. Так, температурный датчик есть. Взвешивание есть. Датчика мутности. Что-то я не вижу. Нет, его здесь нет. Поэтому я не знаю, как она определяет. Но по каким-то своим параметрам как-то она это определяет. И дополнительные программы. Мы наконец-то и до них добрались. Спортивное белье. Верхняя одежда. Ткани с пропиткой. Шторы. Гордины. Подушки. Вот это подушки интересно. Я вам честно скажу. Это вот здорово. Дополнительное полоскание. Отдельное накрахмаливание. А, все. Вот таково у нас список стандартных программ. А, может быть по минусам пробежимся. По минусам. Ну, он же и плюс. Это ее вес. Этой машинки. Она весит, по-моему, около 100 килограмм. Да, очень немаленький. У нее такой вес. Что еще из минусов? Да, я даже не могу сказать. Ну, может быть цена новой машинки. Да, это может быть еще тоже относится к минусам. Честно говоря, я минусов в ней не вижу. Хорошая, классная машинка, которая будет работать очень долго. И даже в которой единственное, что ломается, это иногда амортизаторы ломаются. Может быть тен сгореть. Но это нужно очень постараться, чтобы его спалить. Все, друзья. Был вот такой вот краткий обзор. Сейчас ее соберу, помою и выставлю на продажу. У нее цена будет, ой, не знаю. Где-то в районе, я думаю, что, может быть, 10 или 11 тысяч гривен, учитывая ее состояние. Потому что она достаточно неплохая. И в целом могу сказать, что машинка в очень хорошем состоянии вообще. То есть по уровню пыли, по состоянию комплектующих, по резинкам. Вон, резинка вообще новая. То есть вот можно по ней судить, что она стиралась в очень хороших условиях. Все. Спасибо большое за обзор. Всего вам хорошего дня. Бочек благословений. Счастливо. Вот, забыл еще добавить. У нее в оригинале, в этой конкретной модели, идет внутренний утеплитель внутри. И вот на стенках еще, видите, тоже. Сейчас, я надеюсь, вы видите, потому что освещения уже нет. То здесь у нас тоже и там тоже идет, вон он, утеплитель. А там, где нет утеплителя, у нас стоит фольга. То есть, в общем-то, здорово. Плюс крышка у нас, если я не ошибаюсь. Сейчас, дайте посмотрю. Вот она. Она у нас тоже идет с утеплителем. Ну, короче, машинка бомба. Все. Вот теперь точно пока. Продолжение следует.